Было погожее утро, и Мифи подумала, это отличный день для похода в гости к тёте Элис. Мифи спросила у своей мамы, можно ли ей пойти к тёте Элис. Если пойдёшь, ты должна принести подарок для тёти Элис, сказала мама зайчиха. Мифи подумала, какой подарок я могу сделать моей тёте Элис? Мифи посмотрела в окно и увидела красивые цветы, растущие в её саду. Можно мне сорвать в саду цветов для тёти Элис? спросила Мифи. Конечно, сказала её мама. Мифи сорвала красивый синий цветок, потом жёлтый и красный. Эти цветы – прекрасный подарок, подумала Мифи. Я уверена, тётя Элис будет ими довольна. Мифи шла по тропинке к тёте Элис, и на её пути был дом свинки Поппи. Привет, Мифи! Что ты несёшь? Я несу цветы моей тёте Элис, ответила Мифи. Господи, – воскликнула Поппи, – ты не ушиблась. Я-то в порядке, – ответила Мифи. А вот мои цветы все сломались. Я не могу пойти в гости к тёте Элис без всякого подарка. Не печалься, Мифи, – сказала Поппи. Я дам тебе большой пучок свежей морковки из моего огорода. Твоей тёте понравится. Ты очень добрая, Поппи. Ты мой друг, Мифи, – сказала Поппи. А друзья всегда друг другу помогают. Поппи привела Мифи в свой огород, вытащила из земли немного свежих морковок и положила их в корзинку для Мифи. Мифи поблагодарила свинку Поппи. Поппи была очень хорошим другом. Когда Мифи пришла к тёте Элис, она подарила ей молодую морковку. Её тётя была очень довольна. Мифи сказала тёте Элис, как помогала ей Поппи. Мифи, – сказала тёте Элис. Тебе повезло, что у тебя такая подруга. Без друзей никто не может быть счастлив. И ещё никто не может быть счастлив без только что испечённого печенья, – сказала тётя Элис и поставила перед Мифи полное блюдо тёплого печенья. Вкуснятина, – подумала Мифи. Моя тётя тоже хороший друг. Однажды Мифи подумала, как было бы здорово, если бы её подруга Эгги осталась у неё на ночь. И она спросила у своей мамы, «Можно я приглашу Эгги остаться сегодня у меня?» «Было бы очень хорошо», – сказала мама Мифи. Я позвоню маме Эгги и спрошу, как она к этому относится. В тот день зазвенел дверной звонок. И там стояла Эгги со своим маленьким чемоданчиком. «Я принесла маленький подарок для Мифи», – сказала Эгги. «Это мой собственный рисунок». Мифи очень обрадовалась рисунку Эгги. Она пошла в свою комнату и повесила его на стенку. «Какой красивый», – сказала Мифи. Эгги начала распаковывать свой чемоданчик. Она принесла с собой свою ночную рубашку, свою зубную щётку, маленький фотоальбом и, конечно, своего маленького плюшевого медвежонка. «Вот так сюрприз!» – воскликнула Мифи. «Он почти такой же, как мой медвежонок. Смотри!» Два медвежонка были похожи, как две капли воды. В это время мама зайчиха позвала их ужинать. И, конечно же, их плюшевые медвежата тоже проголодались. «Девочки, смотрите, не перепутайте их. Ваши медвежата так похожи, они даже одного цвета!» «Но я знаю, который из них мой», – сказала Мифи. «А я знаю, который мой», – сказала Эгги. «Хорошо», – сказала мама зайчиха. И подала им вкусный ужин. Это была морковь, лук-порей и четыре аппетитных помидора. Все это так хорошо пахло, что девочки съели все до последнего кусочка. После ужина надо было ложиться спать. «Выспитесь хорошенько», – сказала мама зайчиха, «чтобы завтра вы были отдохнувшими и могли играть». Мифи очень хотела спать, а Эгги нет. «Я слышу странные звуки», – сказала она. «Это ветер колышет деревья. В этом нет ничего страшного», – сказала Мифи. «Здесь так темно», – сказала Эгги. «Я могу приоткрыть дверь», – сказала Мифи. «Но я все равно не могу заснуть», – сказала Эгги. Поэтому Мифи включила ночник и увидела, что Эгги держала в руках медвежонка Мифи, а не своего. «Теперь понятно, почему ты не можешь заснуть», – сказала Мифи. «У тебя мой медвежонок». «Я знала, что что-то не так», – сказала Эгги. «Наши медвежата похожи, и у каждого свой собственный запах». «Конечно», – сказала Мифи. «Мой медвежонок пахнет мной». «А мой пахнет мной», – сказала Эгги. «И по этому запаху мы их различаем», – сказала Мифи. «Когда девочки получили каждая своего медвежонка, с его особенным запахом они сразу же заснули». «И до самого утра им снились их плюшевые мишки». «Однажды от тёти Элис пришло письмо». «Мама Мифи распечатала его и прочитала, что тётя Элис устраивает маскарад для всех своих юных друзей». «Я приглашаю Мифи, она должна быть в костюме», – прочитала мама зайчиха. «Как здорово!» – воскликнула Мифи. «А в каком я должна быть в костюме?» «Ты должна быть в маске, чтобы выглядеть как кто-то другой», – сказала мама Мифи. «Кем ты хочешь быть?» Тем временем свинка Поппи тоже получила приглашение. Медведь Борис тоже получил приглашение. Медведица Барбара получила приглашение. Даже Снафи была туда приглашена. Тётя Элис пригласила на свою костюмированную вечеринку всех. На этой вечеринке было очень весело. Тётя Элис не могла понять, кто входил в её парадную дверь. Мифи пришла в маске свинки Поппи. Свинка Поппи пришла в маске медведицы Барбары. Медведица Барбары пришла в маске тётя Элис. А тётя Элис была в маске медведя Бориса. Борис пришёл в маске Снафи. А Снафи пришла в маске Мифи. Какие у нас замечательные маски, сказала тётя Элис. А теперь, перед тем, как я угощу вас мороженым и тортом, мы должны угадать, кто есть кто. А угадавший всеми направильно, получит специальный приз. И они все очень внимательно посмотрели друг на друга. Кто прячется за этой маской? Кто бы это мог быть? Кто это? А это кто? Маски были такие идеальные, что никто не мог правильно угадать. А потом все они вместе закричали тёте Элис. Маска, мы знаем, кто ты. Ты настоящая тётя Элис. Мы догадались по твоему белому фартуку. Потом они сняли свои маски. Тётя Элис сказала, что ж, вы все догадались, кто я. И поэтому можете все отведать мороженое и торт. И ещё вы получите специальный приз. И все они стали есть мороженое и торт. А после этого все с яркими воздушными шариками пошли по домам. И Мифи подумала, какая замечательная была вечеринка. Но я рада, что я – это я. Мифи предстояло новое приключение. «До свидания, мама», – сказала Мифи, отправляясь в поход со своими лесными друзьями, медведями Борисом и Барбарой. Они знали самые лучшие места в лесу. Но на сей раз они решили разбить лагерь высоко на горном лугу, за домом Мифи. Они поднимались всё выше и выше. И их рюкзаки были очень тяжёлые. Но Мифи была сильным зайчиком и не отставала от Бориса и Барбары. С вершины холма открывался очень красивый вид на окрестности. Была весна. И на лугах было много красивых цветов. А в воздухе порхали птицы и бабочки. «Мы здесь разобьём лагерь?» – спросила Мифи. «Я думаю, на вершине холма будет слишком ветрено», – сказал Борис. «Если мы немного спустимся в долину, мы будем защищены от ветра». И они спустились в долину. Мифи начала уставать. «Может, разобьём лагерь здесь?» – спросила Мифи. «Боюсь, здесь слишком крутой склон, чтобы ставить палатку», – сказала Барбара. «Но я вижу внизу красивое озеро. Это отличное место для лагеря». И они направились к маленькому озеру. «Мы разобьём лагерь здесь!» – воскликнула радостно Мифи. Это было очень красивое место, и Мифи уже совсем устала. «Мы поставим свои палатки», – сказал Борис. «А ты можешь отдохнуть, Мифи», – сказала Барбара. «Я не буду отдыхать, когда вы работаете», – сказала Мифи. «Я пойду на озеро и наберу воды». «Я пойду с тобой», – сказала Барбара. «Мифи попробовала холодную воду». «Она была такая вкусная!» Мифи сказала Борису и Барбаре, что если они разведут костёр, она приготовит вкусный морковный суп. Ведь её мама положила в её рюкзак вкусную свежую морковь. Борис сказал, «Отличная мысль! А я принёс в ранце немного дров». А Барбара сказала, «А я в своём рюкзаке принесла кастрюле, миски и ложки». Начало темнеть. Они все с удовольствием ели вкусный морковный суп при свете походного костра. После ужина их всех разморило. Они сказали, «Спокойной ночи!» и пошли спать в свои палатки. Их разбудили щебетание птиц и первые лучи утреннего солнца. «Доброе утро!» «Доброе утро, Барбара!» – сказала Мифи. «Доброе утро!» – буркнул сквозь нос Борис. Они сложили свои палатки и очистили костровище. Они попили свежей воды и радостно и отправились в обратный путь по красивым холмам. «Поход – это так весело!» – сказала Мифи, Борису и Барбаре. «Давайте сделаем это ещё раз!» У Мифи в комнате есть специальный календарь. На нём отмечены дни рождения всех членов её семьи и друзей. Она не хочет никого забыть. Там отмечен день рождения медведя Бориса и медведицы Барбары. А также день рождения свинки Поппи. На нём отмечены дни рождения её мамы и папы. И посмотрите, там даже отмечен день рождения Снафи. И у неё день рождения сегодня. «Как хорошо, что у меня на календаре всё отмечено!» – сказала Мифи. «Было бы ужасно, если бы я забыла день рождения своего доброго друга!» «Но что я подарю Снафи на её день рождения? Ест ли маленькая собачка мороженое и торт?» «Я не думаю». И Мифи пошла за помощью к своей маме. «Мама, сегодня день рождения Снафи!» – сказала она. «Что мне ей подарить?» «Так», – сказала мама Мифи. «Собаки любят играть с игрушками. Подари Снафи свою старую игрушку. У тебя их так много!» И Мифи пошла в свою комнату и посмотрела на все свои замечательные игрушки. Мифи подумала. «Я люблю все свои замечательные игрушки. Но Снафи я тоже люблю! Что же мне делать? Может, мне сделать для Снафи что-то особенное?» Она пошла к своей маме и спросила. «Что я могу сделать для Снафи?» «У меня есть красивая мисочка», – сказала мама Зайчиха. «Можешь нарисовать на ней портрет Снафи, и она может пить из неё воду». Мама Зайчиха заглянула под кухонную раковину, и мисочка стояла там. «Какая отличная мысль!» – воскликнула Мифи. «Я возьму свои краски и нарисую на ней портрет Снафи. И миска будет такая красивая!» Скоро это было сделано, и миска получилась очень красивая. Мифи выбежала на улицу и позвала. «Снафи! Снафи! 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 С днём рождения! Иди за своим подарком!» – крикнула она. Когда Снафи увидела красивую маленькую мисочку со своим портретом на ней, она завиляла своим хвостиком и подпрыгнула от радости. Она была так рада получить такой красивый подарок на день рождения. Мифи тоже была рада, ведь она сама разукрасила эту мисочку. Она взяла лейку и налила в миску свежей воды. Снафи стала пить воду из своей новой миски. У неё был очень радостный день рождения. Мифи, мифи, отзовись, ты с друзьями веселись. Снафи, Гранти, Борис, Плут, Хрюшка, Поппи тоже тут.